Физико-математическая школа Тюменской области вошла в число лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников в сфере технической, естественно, научной направлении и точной науки. Таковы данные российского рейтингового агентства. Так что наша школа абсолютно точно кузница кадров для будущей цифровой экономики. Как удалось добиться таких результатов, об этом мы не только поговорим в программе интервью. Я Анастасия Щербакова, мой гость Наталья Александровна Фомичева, директор физико-математической школы Тюменской области. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте. А вот интересно, если бы вам сейчас предложили сразиться на какой-нибудь математической олимпиаде с вашими учениками, выдержали бы конкуренцию? Да. Ну, со средним звеном точно бы выдержала, со старшим уже, наверное, нет. Я вообще, знаете, очень люблю наблюдать, когда мы готовим ребят уже на финишные олимпиады, допустим, на итоговый этап Всероссийской олимпиады школьников, ну, на Россию, так скажем, да, по математике. Вот если это пока регион или там муниципальный этап, то там четко видно, вот педагог, вот ребята, вот они все вместе мыслят и так далее. Но когда ты видишь, что каждый сидит в своем углу, и педагог, и ребенок, и где-то кто-то прилег, и что-то вот, это значит рождается идея, как решить эту задачу. Потом все сбегаются, что-то там обсуждают, и непонятно, кто из них педагог, кто из них наставник, кто из них готовящийся побеждать и брать Россию. То есть, ну, вот вкусность-то как раз того процесса в совместном творчестве. Поэтому, ну, наверное, на это я, к сожалению, уже не так буду способна, хотя, ну, ЕГЭ я каждое лето решаю, чтобы хотя бы в этом не отстать. Да, моя семья смеется всегда, что все летом на пляже, а я вот с тестами ЕГЭ. Сдаю ЕГЭ, сдаю ЕГЭ. Кстати, по прогнозам ученых, уже в ближайшем будущем самыми востребованными профессиями станут те, которых сейчас даже не существует. Вот как сегодня готовить школьников к специальностям, которым даже названия не придуманы? Ну, это задача действительно наиважнейшая, и не только нашей школы. Любой педагог сегодня об этом думает, думает серьезно. Я считаю, что самое главное – научить ребенка учиться и научить ребенка творить. Потому что, ну, согласитесь, молодежь сегодня вообще вот кратно другая. Она более бутоперчивая, она, ну, как бы сказал, молодой человек перебывается в полете. На ходу. То есть на ходу практически она может, ну, она молодежь, в том числе и наши ребята, старшеклассники, они могут профиль вообще в одночасье поменять, потому что тут его зацепила информатика. Если ты в восьмом классе с ним работал по физике, и делал на него ставки, и вкладывался там в его практику, и приглашал ему индивидуально, выстраивал индивидуальный учебный модуль с выдающимися физиками страны, а потом у него пошло в информатику, и он с этим профессию связал. Все меняется, все. И здорово, что наши ребята, вот не только ребят нашей школы, вообще наша сегодняшняя молодежь так спокойно и вот, ну, без особых там трагедий к этому относятся. Ну, а учить ребенка творить, это тоже наша первоочередная задача, потому что все равно же мы сегодня призваны воспитывать инженерную техническую мысль, ну, вот как творческую техническую мысль, потому что очень много сегодня инженеров, которые просто могут, ну, чуть-чуть видоизменить существующее изобретение, может быть, просто репродуктировать и так далее. Важно рождать нечто новое, важно формулировать собственную идею, собственную мысль, собственную историю. Ну, это, к сожалению, сегодня не каждый может. Поэтому, действительно, мне кажется, рецепт один – научить учиться, понимать, как взять нужные тебе знания, пусть даже совсем кардинально другие. Но и быть творческим человеком – это значит быть востребовано. Кстати, существует целый список самых необходимых навыков будущего. И среди них это широкие кругозоры знания в разных научных сферах. Например, тот же математик, он должен знать биологию, программист знает лингвистику. Вот реально ли сейчас строить обучение на стыке наук? Готовы ли к этому педагоги, ученики? Конечно, готовы. И не просто реально, это прям вот необходимость, необходимое достаточное условие. Потому что все правильно вы сказали. Вот, знаете, совсем недавно, общаясь с Альбертом Крамовичем Суфяновым, я поняла, что, ну, большой процент его специалистов, его нейроцентры – это инженеры, программисты, а потом врачи. Поэтому в любом случае, вот, работать на стыке наук – это правильно. Когда смотришь, чему учат в вашей школе, кажется, что вот то самое будущее уже наступило. Биоинформатика, нейропрограммирование, прототипирование. Вот где эти навыки и знания могут пригодиться уже сейчас? Знаете, в любой инженерной сфере. Вот я не знаю ни одного производства, в промышленности, в науке, в сельском хозяйстве, в любой индустрии. В любом случае всегда нужен, ну, вот, инженер, который умеет мыслить на стыке наук. Но он не просто нужен и интересен, вот именно он и успешен, именно он и рождает вот ту творческую мысль, о которой я говорила ранее. Поэтому, наверное, эти люди будут востребованы уже сейчас и уж тем более в будущем. Мне кажется, это очень сложные дисциплины. А все эти ребята готовы освоить их, понять, главное – полюбить. И вообще, как влюбить ребенка в точные науки? Ну, нам в этом смысле чуть-чуть больше повезло, чем всем остальным, потому что к нам уже влюбленные приходят в точные науки. Ребята, наверное, здесь самое главное для нас, поскольку точные науки должны быть инструментом для твоей дальнейшей будущности, для твоей жизни, для твоей профессии. Вот здесь самое главное – научить действительно ребенка выполнять какие-то проекты, какие-то работы, какие-то исследования, какие-то новатики, какие-то продукты. И вот тогда, когда ребенок еще только на эйфории, когда вот он, может быть, еще вкупается в лучах славы, очень важно поймать этот момент и посмотреть и показать, что вот здесь вот сработало на это. Ага, точные науки, математический аппарат, физическая какая-то составляющая, ну вот опытно-экспериментальная. Поэтому, если бы не было эксперимента по физике вот в данных классах, да, но, наверное, это бы был менее успешен и так далее. То есть, ну вот, возвращаясь к вашему вопросу, чтобы влюбить, на мой взгляд, важно показать практическую составляющую и значимость каждой позиции точной науки. Я помню, как нам в школе. На уроке физики очень образно объяснили процесс диффузии. Это были еще советские времена дефицита, и учитель заставил нас представить ситуацию. Смотрите, очередь в магазин за финскими сапогами. Люди стоят битком, стоят долго несколько часов. Вот кто-то уже устал и пошел домой отдыхать. Его место освободилось, но на его место тут же встает другой человек. И это было так ярко, так образно, что на том уроке весь класс понял материал с первого раза. Вот скажите, актуальны ли такие жизненные истории с картинками у вас на уроках и применяете ли вы? Конечно, вам повезло с учителем физики. Здорово, что вот так хорошо ассоциативная память сработала. Конечно, у любого учителя, не только нашей школы, наверное, у каждого более или менее опытного педагога есть какие-то вот такие ассоциативные вещи. Но нам, например, больше нравятся проблемно-поисковые. Например, тогда, когда в пятом классе вводишь пропедевтику по физике, и учитель заходит и говорит, вот давайте попробуем сегодня изобрести способ, когда время можно померить линейкой. И вот они изобретают и так далее, а между тем изучают интересную физическую составляющую. Либо, например, по биологии педагог говорит о том, что, как, например, пуговицу пришить к яичнице. Вот. Или, например, мне нравится, да, и это биологический процесс. Очень хочется узнать, как приходите. И, ну, допустим, мне, например, так же близко, когда, казалось бы, смотрится, ну, серьезный учебный фильм. Да, ну, для кого-то скучный, для кого-то позитивный, для кого-то полезный. И потом учитель вместо того или сего задает вопрос, что вас здесь удивило? Что зацепило? Что удивило? И тогда, когда нужно, как бы, есть посыл удивляться, вот ты хочешь или не хочешь, вот эту поисковую составляющую включаешь, и действительно смотришь, что тут может удивить. Ну, таким образом, вот такие интересные и ассоциативные моменты, и в то же время элементы неожиданности, и проблемно-поисковые какие-то позиции, вот они позволяют и влюбить в науку, и сделать все интересное, нескучное. И вот, может быть, так же наши ребята через некоторое время будут вспоминать о нас. Я уверена, что так и будет. Спасибо, хорошо бы. Очень важно в детях разбудить исследователей, детективов, аналитиков, которым нужно докопаться до сути, потому что каждый ребенок, он же по своей сути очень любознателен. А интересно, много ли открытий было сделано вашими учениками? Ну, да, здесь вообще невозможно посчитать, поскольку мы вообще позиционируем, что практически каждый урок обязательно должен быть с каким-то экспериментом, пусть даже с самым маленьким, ну, вот как я только что сказала, да, пришивается пуговица, кышница и так далее. Это же тоже своего рода открытие, то есть ты открываешь метод, открываешь путь, открываешь, ну, пусть даже какую-то маленькую экспериментальную составляющую для себя. Есть и большие эксперименты, и большие опыты, есть и настоящие вот новаторские решения, которые сейчас даже в высоких научных кругах рассматриваются. Вот, поэтому, да, открытий очень много, есть запатентованные открытия. Тогда следующий вопрос, какими из проектов ваших учеников школа особенно гордится? Очень интересен эксперимент одного из наших учеников-одиннадцатиклассников, ну, тогда он был в десятом, рожден новый совершенно экспресс-тест о том, как бактерия реагирует на разные антибиотики. Если раньше, ну, для этого исследования требовалось несколько недель, то теперь буквально несколько минут, и, в общем-то, реакция видна, реакция понятна. Это на самом деле прорыв, и сейчас этим исследованием занимаются самые высокие научные круги Санкт-Петербурга, медицинской его части, для нас, конечно, гордо. Вообще, надо сказать, что есть очень много технического характера, мы же все-таки физико-математическая школа, исследования, инноватика, которая даже запатентована. Но мне-то вот греет душу и очень близко к сердцу те открытия, так скажем, та помощь, та поддержка, которую мы делали в области медицины. Ну, например, наш родитель, очень известный детский кардиохирург, пришел, однажды это было лето, и попросил выплавить по заданным характеристикам детское сердечко. Мальчик был в искусственной коме, и надо было посмотреть, что там происходит. И поэтому были заданы характеристики, быстро сбежались наши ребята с преподавателями, я знаю, что они здесь провели ночь, они сделали компьютерную, по компьютерным характеристикам программу, запрограммировали, выплавили, хирург утром посмотрел, что там происходит в тех стенках, которые были не видны, опять же, в технической части, в тех позициях, которые были нам принесены. И вот мы думаем, что вот мы, может быть, были крестными вот этого мальчика, и, наверное, мы ему помогли. Вот такого рода небольшие открытия, которые, в общем, так-так, громко говорят, человеческую жизнь могут спасти, это не самые дорогие, самые, в общем, ценные. Наталья Александровна, огромное спасибо вам за беседу, а вашим ученикам новых удивлений, новых открытий. Спасибо. Это была программа интервью. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова